Друзья, привет! С вами Олег Карнаух. И в этом видео я хочу ответить на вопрос, сколько стоит жизнь на острове. Кто-то говорит, что это очень дешево, кто-то говорит, что это наоборот дорого. Я же хочу показать вам разные варианты на любой бюджет, чтобы вы сами приняли для себя решение, насколько вам подходит такой формат. На примере моего любимого острова Самуи, Таиланд, будем разбираться, сколько же стоит жизнь на острове. Я думаю, это будет интересно, а главное, полезно, поэтому погнали! О, здорово, мэн, смотрите, кто ко мне приехал в гости. Русская деревня. И тадададам, здесь есть даже хаммер. Самое важное, одно из самых важных помещений в любом доме. Надя, ты переведи. Идите сюда, как будто мы не виделись. Самый короткий путь от дома до офиса. Смотрите, я помню. На стоимость жизни в Таиланде концептуально влияют две вещи. Первое, это срок, на который вы прилетаете. И второе, это сезон. Если вы прилетите на 2-3 недели, то вы будете переплачивать. Почему? Потому что арендодатели как жилья, так и транспорта заинтересованы в том, чтобы сдавать на более длительный период. И длительная аренда стоит дешевле. И второе, это сезон. Если вы прилетаете с конца декабря по начало марта, будьте готовы к тому, что цены здесь примерно умножаются на 2 на все. Итак, чтобы сэкономить, нужно первое, прилетать на более длительный период. Второе, прилетать вне сезон. Ну, либо хотя бы одной из двух. Местная валюта в Таиланде, это тайский бат. Упрощенно предлагаю считать 2 к 1. То есть умножаете на 2 и получаете цены в рублях. На самом деле там 2 и 1 примерно, но это не столь важно. К гривне примерно 1 к 1. Опять же, если хотите точные курсы, прогуглите и увидите точный курс в реальном времени. Первый вариант жилья давайте рассмотрим на примере нашего дома. Его мы арендуем на 3 месяца. Вот давайте начнем с гостиной. Телевизор, диванчик очень удобный, на котором у меня происходят утренние ритуалы, чтение и благодарности. Здесь у нас большой обеденный стол. А здесь небольшая кухня, холодильник, гостевой санузел. Вот такая гостиная. Теперь у нас 2 спальни одинаковые. Вот так выглядит спальня номер 1. Есть шкафчик, кровать. Вот такое окошко. И санузел в каждой спальне. Вот так вот выглядит. Ну и там все зеркально. Но давайте глянем. Так, вот так выглядит спальня номер 2. Тоже шкафчик. Санузел, кровать. Этот дом мы арендуем на 3 месяца. На 3 месяца за 40 тысяч бат в месяц. И у нас еще КУ 3 тысячи выходит. Итого 43 тысячи бат в месяц. Вот такой вот дом с небольшим бассейном. Но что самое главное, с очень крутым интернетом. Что для меня важно. Вот такой первый вариант. Шкафчик на месте. Мы приехали к Илюхе. Сейчас рассмотрим еще один вариант жилья. Вот такой вот домик, в котором живет Илюхо. Вот величина, тюнингованная Ярис. Хеллоу, ребята. Как дела? Кто там? Это я. Привет. Хеллоу. Хеллоу. Все, ведите себя как будто мы не виделись. Хеллоу. Здорово. А мы так себя и не чувствуем, иначе меня не чувствуем. Все из-за этого. Так, ну что ты проведешь? Идешь нам экскурсию по своему дому? Летс гоу. Летс гоу. Погнали. В общем, это наш зал. Ага. Чуть надо добавить света. Да. Большой зал. Ну, в общем, мебель, полки, все дела. Wi-Fi. Ну, такой лежит себе. Ничего интересного особо. Это наша большая спальня. Офигеть. В общем, смело можно ставить еще кровать. Мы просто сделаем немножко кровать, чтобы мелкая не падала с кровати, и у нас будет сильнее. Вот. Ну, в общем, вот такая обстановочка. Та-дам. Кто здесь? Вот. Дальше у нас... Самое важное... Одно из самых важных помещений в любом доме. Конечно же. Вот. И снова привет. Ну, такой душ. Душ. Оп. Такая штука. Идем дальше. Кухня. 14 февраля. Опаньки. Без цветов никуда. Это уровень. Это кухня. Вторая по важности комната после предыдущей. Вот. Ну, здесь все простенько. Они взаимосвязаны. Да. Холодильник есть. Плитка есть. Мойка есть. Все окей. Можно выйти на улицу отсюда. И здесь тоже как бы погулять. Там вода. Да. И еще одна спальня у нас. Она находится вот здесь. Здесь я построил себе рабочее место. Поработал, пошел поспал. Поспал, поработал. Удобно. Да. Далеко не надо ходить. Просто здесь есть кондиционер. Это самый короткий путь от дома до офиса. Да, 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 да. Кстати говоря. Работа, дом, дом, работа. Вот что жизнь такая? Все так. Так, ну пойдем на улицу. Расскажь. Ну, при у дома, наверное. Что, во-первых, с интернетом? Какая у тебя скорость? Паша, вы при удасты кому? Да, 20 мегабит. Скорость. Конечно, скорость до ресурсов в России немножко меньше. Но в целом для работы окей. Все сервисы, которые используем мы для работы, работают вполне себе нормально. Зум с видео сбоев, в общем, не дает. Все в порядке. Поэтому нормас. Что по деньгам расскажи народу? Ну, значит, аренда этого дома стоит мне 18 тысяч бат в месяц. Что в переводе на российские рубли. Пересчитают. Пересчитают. Что входит, что не входит. Интернет, электричество. Да, значит, 18 тысяч бат сам дом, 800 бат в месяц интернет. В районе 100 или 150 бат это у нас газовая плитка. Собственно, все. 19 тысяч бат в итоге. Да, примерно 19 тысяч бат в итоге. Электричество у нас включено, вода включена, отдельно мы ее не оплачиваем. 19 тысяч бат, все огонь. Вот так, 19 тысяч бат, огроменский дом с двумя спальнями. Вот такой вот вариантик. Да, и, кстати, бесплатная прикормка от соседей. Это вот здесь живут хозяева. Здесь, если обратить внимание, вон там пальма с кокосами. Буквально вчера нам отсюда прям сорвали два кокосика и дали попить водички. Ну, тут все вам в сад, я смотрю. Здесь мангустины еще растут у нас. Это личи. Собственно говоря, хозяева приходят, срывают, нас прикармливают. Так что, огонь, экономия еще на фруктах. Выходит, в общем, вообще. Так, ну о фруктах мы поговорим, пока продолжаем еще смотреть варианты жилья. Hello, sir. Do you know where is staff? Надя, теперь веди, а? Я говорю на русском. Ресепшн какой-нибудь хозяева вот этих домов. Вот следующий дом, ресепшн. Первый, да? Здравствуйте. Да, но там сейчас никого нет. А вы вообще надолго снимаете его? Мы надолго. Сколько выходит такой? Двенадцать. Так а у вас какой формат? Можно взглянуть? Ну, проходите, проходите. Какой. Вот это гостиная, да, у вас? Ну, маленький, правда. Гостиная. Гостиная. Вот спальня. Спальня. Кухонька. И кухонька. Ну, угодно, угодно. И море рядом. Семь, 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 семь. Нормально. Значит, итого. Одна спальня здесь, вот в этих домах. Двенадцать тысяч бат в месяц. All inclusive. Все включено. Ну, и здесь недалеко к морю. Даже я бы стал рядом. Да, совсем рядом. Но тут, мне кажется, все рядом к морю. Ну, здесь прям сто метров. Интернет не очень. Ну, и такие они не очень новые. Вопрос с интернетом. 300 бат на месяц без лимит. Решается легко. Ну, там все равно будет 5 на отдачу максимум. Да. Не те скоростя, которые мне, например, нужны. Вот так. То есть, такие вот домики у моря по 12 тысяч бат. Едем дальше? Да. Вот здесь рядом поновее домик. Одна спальня. 15 тысяч в месяц. Вот такой ценник. Комментируем следующий вариант. Друзья, не все можем показать, потому что везде сейчас занято. Везде люди. И нам, к сожалению, не могут показать дома. Но внутри. Внутри, да, имею в виду. Вот вариант. Мы приехали здесь 6 домов ванн-бедрум и 3 дома двухспальных. Илюха, что ты думаешь про этот вариант? Ну, вообще, вариант огонь. 9 тысяч бат односпальный с одной спальней. Вот такой вот домик. И 12 тысяч двухспальный. Ну, как бы это вообще отличный вариант. Это, чтобы было понятно, с предыдущим местом, где были желтые дома, прямо через дорогу. Это буквально еще плюс 100 метров от моря. То есть суммарное расстояние 200-250 метров. Дальше по улице отличная кафешка здесь находится. Поэтому здесь также рядом через дорогу находится футбольное поле и жим. Вообще, место центровое здесь. Место огонь. Вообще, дома в целом, на мой взгляд, в полном порядке. Новенькие, приятные, хорошие. Собаки охраняют. Все четко в общем. Еще один вариант. Вот такие дома. Стоимость 18 тысяч бат в месяц. Отдельное электричество. Интернет средний. Илюха, что думаешь? Отличный вариант. Дома большие по площади. Двуспальные. Достаточно новые. Кондиционеры включены. Ну, расположение также огонь. Вот предыдущее местоположение напротив. Соответственно, само по себе место. Вот эта площадка, наверное, вот этот пятачок в радиусе километра, вот этой точки, можно сказать, это прямо вот самое такое место очень крутое, где все близко, все в шаговой доступности. И, в общем, по цене, получается, вот мы видели самое дешевое пока из того, что мы видели 9, это 18, при том, что это, ну, как бы уже прям, ну, по-другому и уровень, и площадь другая. В общем, классно. И как раз-таки здесь вот люди с семьей, именно семейные, так как раз с детьми, и побегать можно, и, ну, в общем, классное место. Еще одно место, русская деревня на Самуи. Значит, здесь у нас двухспальные домики по 35 тысяч бат в месяц. Электричество отдельно, вода отдельно, интернет средний. Что здесь клево, это, конечно же, большой басик. Большой басик для детей вообще огонь. Ну, и в целом, в целом, здесь мне нравится территория. Мы здесь жили 3 года подряд, предыдущих. Мы жили здесь почти в каждом домике. В шестом, в седьмом, в восьмом, в пятом, в четвертом, в первом. В общем, почти во всех домах мы здесь жили. Здесь кайфово, вот в этих двух домах мы жили в прошлом году с Женей из Минска. Очень круто. Вот двумя семьями там, друзьями, например, приехали, можно выйти. Утром сказать привет, привет. Можно объединиться на ужин, очень удобно. В общем, здесь в этом плане очень классно, когда ехать двумя семьями, снимать два соседних домика и кайфовать. 35 тысяч бат. Вот видно здесь все как выглядит. Красиво все. Две спальни, все новенькое. Хорошая терраса, что тоже мне нравится. Вышел на террасу, позавтракал. Кайфовенько. И территория. Вот чего нет на многих, во многих резортах, это территория. Здесь территория огонь. Можно вон, детвора здесь гоняют в футбол. Давай пас. Опа, ничего себе, вот это удар. Здесь беседки, раз-два. В общем, с точки зрения территории здесь огонь. Итого 35 тысяч бат плюс КУ и вода. Ну, плюс, точнее, электричество и вода, то есть КУ. В общем, если хочется больше комфорта, то вариант огонь. Подведем итоги по аренде жилья. Вариант эконом. Небольшой односпальный домик в тайском стиле. Обойдется вам от 9 до 15 тысяч бат в месяц. Средний вариант. Двуспальный дом в европейском стиле. От 20 до 45 тысяч бат. Премиум. От 80 до 200 тысяч бат. Двухэтажный дом с бассейном и большой территорией. ВИП. От 200 тысяч до 2 миллионов бат. Роскошная вилла с бассейном на берегу моря. Когда вам нужно постирать, вот кругом стоят такие стиральные машинки. Закидывайте 30 бат, сюда влазит огромное количество белья, одежды. Стирайте, сушите. Все, 30-30 бат. Объемы, это просто необъятный таз. Ярослава можно поместить. Целиком. 30 бат, 40 бат. А чем здесь отличается, интересно? Это больше. Это просто больше. По объему. Похоже, больше по объему. Да, сюда засыпаете порошок, которым можно в севене купить. И стираете. Вот так. Ну, также здесь есть лаундри сервис. Это когда просто привозишь белье, отдаешь, и тебе его стирают и гладят. Стоит в районе 50 бат, да, за килограмм? Да. 50 бат килограмм примерно. То есть, чуть дороже получится, но вы не гладите уже и не сушите сами. За вас это сделают. То есть, домашние хлопоты в Таиланде не актуальны, потому что все это решается очень легко. Какой Таиланд без водных развлечений, благо здесь их очень много. Сейчас покажу, сколько это стоит. В общем, развлекаться нужно обязательно, потому что это наполняет. Вот такие у нас тут тарифы представлены. Значит, квадрики 2200, с пассажиром 3200, 3500, 5500. Две разных трассы. Дальше у нас гидроцикл 20 минут 1400 бат, 30 минут 2000 бат, 60 минут 3500. Парашют, 15 минут 2000 бат, вдвоем 3000 бат. Флайборд, крутая штука, мне нравится. 15 минут 2000 бат, 30 минут 3500 бат. Но банан, куда без банана? Значит, здесь 1000 бат один, вдвоем 1200, вдвоем 1300, четвером 1500 и 1600 с пятером. Вейкборд, тоже кайфовая штука, 1500 за 20 минут. И просто взять доску с веслом, 30 минут 200 бат. Итог по развлечениям. На острове есть на любой вкус и любой кошелек, чем себя занять. Начиная от бесплатных вариантов, таких как посещение местных достопримечательностей, водопады, храмы, пляжи, очень много красивых мест. И до 500 бат. Футбол, массаж, байдарка. Это все обойдется до 500 бат на человека. Средний сегмент от 1000 до 2000 бат. Различные экскурсии, например, джип-сафари, снорклинг, шоу леди-боев, спа, пинбол, гидроцикл и многое другое. В премиум сегменте от 2000 до 5000 бат за развлечения. Такие варианты, как дайвинг, парашют, флайкборд, вейкбординг, кайтсерфинг. Очень много различных активити в премиум сегменте. И для любителей вип-отдыха от 80 до 200 тысяч бат можно арендовать яхту на целый день. Мы приехали в Жано. Это кафе, в котором быстро готовят. И в целом достаточно вкусно. Согласен. Недорого. Большие порции. Как правило, оценивают ценник, вкус, объем порции. Здесь такой. Соотношение цена-качество. Оптимальное. Так, смотрим меню Жано. Дринки. Давайте что-то интересное выберем сразу. Вот цены в батах. Можете сразу ознакомиться с меню. Сразу выбрать, что вы будете есть. Чикен клер суп 70 бат. Краб крем суп 100 бат. Салатики. 80, 90. Пицца. 90, 120, 140, 100. Но здесь огромный выбор блюд. Очень много всего. Рыба. Рыба. Тайфуд. И десерты. Это моя любимая страница. По ресторану Жано. Около 200 бат на человека можно нормально покушать. Быстро, вкусно, хорошо. А мы едем дальше. Друзья, палю еще один чит-код. Если хотите попробовать самый вкусный том-ям на острове, вам нужно отправляться на Натон в районе порта. Вот сзади меня порт. Здесь поворот. Вот сзади меня поворот главной дороги. И вот недалеко от поворота находится Лаки Ресторан. Вот здесь самый вкусный том-ям на острове. Хозяин Стив, англичанин. Живет здесь очень много лет. Открыл свой ресторан. И там бомбически вкусно. Ну что, я готов. Я готов. Принесли том-ямчик. Кстати, том-ям входит в десятку самых вкусных блюд в мире. Стив, почему вы живете в Самойди? Потому что я родился. Моя жизнь в 16 лет. Да, это очень? Да, это очень. Мы входит в ресторан и мы построили нашу ресторан. Где? Мы построили первый в минах. И это уже 10 лет. О, мой Бог. Это очень много лет. Мы у нас 2 шеф-черп-черп-черп-черп-черп-черп. Моя жизнь и младая. Мы входит в семье. Да, это все. Сан-ми, это ваша. Да, это все. Я не забываю Ливерпур, это мой дом. Как ты делаешь так хорошо в Томьян? Что секрет? Я не знаю. Хорошо, спасибо. До свидания. Кайф! Что может быть лучше вкусного обеда? Отлично. Итоги по кафе и ресторанам. Эконом вариант это обед на одного человека в районе 80-150 бат в местных макашницах. Средний вариант 200-300 бат на человека в местных кафе. Премиум 400-2000 бат обед на одного человека в красивом видовом ресторане. И вип это романтический уединенный ужин. На пляже будет стоить от 4 до 20 тысяч бат. О, здорово, мэн. Смотрите, кто ко мне приехал в гости. Погнали. Только это. Ютуб наложит, сука, рекламу. Да? Да. Ну и ладно. Есть ребята, которые приезжают на остров и не берут транспорт. Это большая ошибка. Потому что абсолютно никакого удовольствия вы не получите, если у вас здесь нет транспорта. Потому что пешком ходить здесь вообще не вариант. Это неудобно и в целом, но это неадекватно. Поэтому байк или машина однозначно обязательно нужно брать для того, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно. И мы сейчас вам покажем, сколько это стоит. Сколько она у этого нового BCX? 45? По 1 месяц? По 1 месяц. По 1 месяц? По 6? 6 000? 6 000, по 1 месяц. По 1 месяц? 18 000. 18 000. 18 000. 18 000. 18 000. Цель? Цель. Цель. Вот BMW Z4 Вы уже могли видеть эту машину на моем канале Я ее арендовал Она стоит 10 тысяч бат в сутки Но есть нюанс Есть нюанс, который называется долгосрочная аренда Если вы арендуете на месяц То цену суточную можно смело делить пополам У нас есть прайс на все машины И даже на байки Сейчас мы на примере покажем, что, сколько стоит Chevrolet Cruze Вот такой вот Chevrolet Cruze Будет стоить 16 тысяч бат в месяц Нормальный новый Chevrolet Cruze Илюха ездит на тюнингованном Ярисе Илья, пошли поближе, подойдем Вот, кстати, такой Chevrolet тоже будет Стоит пятнашку 15 тысяч в месяц Илюхин Ярис Тоже стоит пятнашку в месяц И мой Nissan тоже стоит 15 в месяц То есть средняя цена, можно здесь сказать, что 15 в месяц Дешевле это будет уже из машин что-то не очень хорошее Здесь есть средний сегмент, здесь есть высокий, здесь есть премиум сегмент Например, вот есть Fortuner Новая Toyota Fortuner Что там, покажи по стоимости Смотрим, 3000 она стоит в день Итого на месяц делим пополам Получается 45... Думаю, что можно договорить Да, скорее всего 45-40 она будет стоить в месяц Вот такая Toyota, по-моему, огонь Пошли дальше Тут, на самом деле, выбор очень большой У этого мужика я снимаю постоянно Каждый год Вот здесь есть старенький Mercedes Toyota Vios тоже 15 X3 есть у тебя там X3? Почем? Давай искать X3, 4000 Итого получается Где-то 50-60, да, получается? 50-60 он будет в месяц Может быть, можно поторговаться И тадададам, тадам Здесь есть даже Hammer Hammer H3 Который стоит тоже 10 тысяч бат в день Как и Z4 Соответственно, если в месяц То делите цену на 2 То и на 2 с небольшим В общем, есть машины на любой вкус На любой бюджет От 15 тысяч До плюс бесконечности По байкам По байкам моя рекомендация Это Honda Honda PCX Вот этот байк Потому что многие снимают клики Вот такие Honda клики Вот два варианта Ну, на любителя, конечно, мне не нравится Вот Honda PCX Нормальный байк Удобный С большим багажником 300 бат в сутки Или 4,5 тысячи в месяц 4,5 тысячи бат Отличный транспорт На острове Очень удобно Ну, вот такие цены Можете сразу себе Что-то подобрать Кавасаки Honda CBR Вот 250 Нормас Подытожим варианты По аренде транспорта Эконом вариант Это байк От 3 до 6 тысяч Бат в месяц Средний вариант Автомобиль С-класса От 15 до 18 тысяч Бат Премиум Внедорожник 30-50 тысяч Бат В месяц Ну и VIP От 300 до Миллиона бат В месяц Это будет Лакшери Машина Уровня BMW i8 Цены на бензин 91,28,84 Бата 95,29,11 Family Mart И 7-11 Два самых популярных Здесь магазина И цены здесь Вот такие Не знаю Какой На чем Можно четко показать Чтобы было понятно Вода Вода 12 бат 9 бат 18 20 23 14 14 за полторашку 14 за полторашку What kind of water do you prefer? Any water Сникерс стоит 25 бат Мне кажется Столько же он стоит В России примерно Думаю, что здесь Дороже получается Да? В общем, сникерс 25 бат Вот Можете Ориентироваться По сникерсу ММДемс 25 бат 35 ММДемс Специально для любителей Правильного питания Поставили этот стенд 6 бат Стоит Местный доширак Поэтому Если что Не волнуйтесь Вы будете спасены Все тут есть Мы приехали В Макро Это Такой мелкооптовый Магазин Здесь закупаются Местные рестораны В общем Весь местный бизнес Здесь закупается Такие цены Можно сказать Оптовые Здесь Покупать Если раз в неделю Приезжать Покупать продукты На неделю Самое то Вот мы за этим И приехали Музыка Так Ну вот мы скупились 2300 бат Чуть больше 5000 рублей Ну здесь Йогурты Молоко Вода Орехи Яблоки Яйца Это Бикси Хороший Большой Супермаркет В общем Все стоит Как у нас Разницы Никакой Цена Одинакова Если хотите Сэкономить На абонементе Вском зал Просто Почаще Приходите В супермаркет О Здесь тоже Манго 155 Лучше стоит А на рынке 20 бат Ну и конечно 24000 бат Средний Средний Самые ценные Моменты Здесь Доступны Абсолютно Всем И за них Не нужно Платить Абонементе 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 Абонементе